А в нашей студии сегодня известные актёры Куантай Абдимади и Виктория Мухамеджанова. Здравствуйте! Куантай, Виктория, очень приятно видеть вас в нашей студии. И сразу же к делу. Так, сколько вы зарабатываете? Это шутка, что у нас сегодня вообще? Про деньги, про деньги. Да, вот скажите, мы знаем с Дашей, что сейчас выходит спектакль «Золотой квадрат». Это спектакль о нашем городе. Скажите, пожалуйста, а вот это вот такое музыкальное, театральное признание к любви нашему городу или что-то другое? Так. Так, я задумался. Это тоже есть, но и, конечно, любовь к Батархану Шукенову здесь. А, понятно, там тема Батархана Шукенова, понятненько. А можно ещё чуть-чуть подробнее? Без спойлеров, конечно. Нет. Я вот не знаю, как без спойлеров рассказать. Ну, хотя бы, да. Какое время, какое отношение имеет к Батархану? Как он там, как вы там видите на экране, что-то такое происходит? Получается, спектакль охватывает период с 81-го года, да? Да, с 81-го года. Когда Батархан приехал в Алмату и по... Он уезжает в 89-й, да? Да, 89-й. Я так понял, что Куан-Тай исполняет роль Батархана. Совершенно верно, правильно? Да. Ну, так уж. Ты делаешь и автора, и Батархана, да? Не понял. Твоя роль — это роль автора и Батархана, или только Батархан? Нет, мы не хотим играть прям вот... Куан-Тай играет Батархана. Там нет персонажа Батархана. Прототип Батархана мы берем. Это просто человек. Но мы даже не произносим его имя. Да. Ну, все и так все понимают. Ну, да, да, чтобы это было более тонко, а не так прям, ну, вот в лоб. Привет, я Батархан. Ну, значит, там используются песни, да, Батархановские, получается, да, в этом спектакле? А кто вообще автор спектакля? Кто написал его? Ну, мы вместе создаем этот спектакль. А, это автор спектакль. Галина Пьянова — наш режиссер. Да, 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 Галина, мы знаем, естественно. Да, вот. Мы вместе со «Стеджеский и Зет» создаем всю эту драматургию авторскую. Ну, вот. Определенного сценария пьесы нет. Мы просто опирались на точные факты из жизни Батара, когда он приехал, что в его жизни происходило, как он работал с Розой Рыбаевой. Ансамбль «Рай» и так далее, и так далее. Ну, вот. Что в стране происходило в эти года? То есть, как бы, какой контекст времени? Ну, мы берем, это же всегда очень важно для исполнителей и так далее, и так далее. А премьера уже была? Нет. Она переносилась два раза. Ну, опять же, все из-за нашего, из-за карантина. Да, премьера должна была быть, по-моему, если я не ошибаюсь, в 30 или 31 марта. Один раз перенесли, потом где-то в мае, что ли, должна была быть вторая премьера, опять перенесли, потому что тоже там эти запреты, разрешения и так далее. И мы уже такие сидели. Боже мой, помоги, Баттер, прошу, помоги нам выпустить этот спектакль. Виктория, боже мой, простите меня, пожалуйста. Мы вынуждены прерваться на рекламу, а потом продолжим наш разговор. Хорошо? Сейчас реклама. Скажите, пожалуйста, Вика, мы прервались на рекламу по поводу Баттерхана. Я хотела подробно узнать, а кого играешь ты? Я играю такую настоящую алматинку, с которой главный герой знакомится. И она как бы помогает ему влиться просто в эту тусовку, которая всех знает, которая знает, куда идти, с кем нужно познакомиться, с кем общаться. Ну, столичные ребята туда, столица, а Молтабовая столица. Да, да, да. И она говорит, сейчас мы пойдем туда, здесь потусим, с этими поиграем, там погуляем, короче, и они такие тук-тук-тук-тук-тук. Тем более золотой квадрат названия, это Турибайка, 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 ну, понятно. Ну, а я спрашивала про дату премьеры, она сейчас известна? 9-10 сентября, правильно? Надеемся, да, что все будет хорошо? Надеемся, будем держать пальцы. А можно вот прям еще точнее, в каком театре, где, во сколько, где можно найти билеты? Мы будем играть в театре Лермонтова. По-моему, по два раза в день мы играем, как обычно. Время не помню, да. Время мы не помним, но билеты можно приобрести на Тикитоне, ну, как обычно. Все, поняла. Ну, да, это театр Артишок, который будет играть, если я вот так сказать, получается. А ваша сцена что, она что? Просто в театре Лермонтова и места больше, потому что карантинная рассадка все равно. И при там 30% наполняемости зала, наш зал сужается, ну, вот до трех рядов. Мы недавно вот восстановили очень крутую сказку для детей Зефирный Жора. И обычно у нас пол... Как Зефирный? Зефирный Жора. Жора? По повести Тони Шипулиной. Очень крутая история. Обычно у нас полный зал детей, и все такие, ваааа! А тут всем нравится, ну, так мало, всего три ряда людей сидит. И мы такие, мы как будто для себя сами играем. А просто потому что мы знаем, что люди бы пришли, но от того, что мы не можем, у нас нет возможности по правилам продать больше билетов, это действительно очень-очень грустно. Блин, как все-таки страдают, да, вот артисты, даже не кино, а артисты, которые вот так вот общаются со зрителем, да, по идее. Это же важно, фидбэк получать. Нет, но дело в том, что вообще изначально театр-артишок так задумывался, что такое было общение, прям тесно-контакт. Да, да, тесно-контакт. Это было модное направление в начале. В любом случае, когда много народу лучше, да, правильно? Ну, конечно, конечно. Вик, скажи, а вот в вашем спектакле народу много участвует вообще актеров? Или только вы вдвоем? Нет, у нас еще режиссер, вот Галина Пимова. Просто когда мы репетировали, Галя говорит, я все знаю про это время, я буду контрапунктом. И Галя как-то так влилась во всю эту историю, очень круто, но плюс еще с нами очень крутая команда наших алматинских музыкантов. Ирена Равина. То есть, получается, одновременно на сцене где-то человека три, то есть нет таких крутых дискотек, как то время называют дискотека там? Нет, потому что предыдущие спектакли стейдж, они как раз такие, как феерия, там столько танцев, столько всего, прям наполнение такое эффектное. А тут мы решили сознательно от этого отойти, потому что это как бы чуть-чуть тоньше, чуть-чуть просто другого жанра история. И поэтому как раз вот мы через это и пытаемся проверять ее. В этом спектакле еще есть нюанс один. И это будет сюрприз, мне кажется, для зрителей, для всего, то, что происходит в Алмате, потому что никто такого не делал. И я думаю, это мы первые, и это будет новость. Ну там просто техническая идея спектакля очень клевая, очень крутая. Но вы пока не расскажете, лучше это видеть, да? Ну а музыкальная часть все-таки сделал аранжировку, сделал Витя Хаминков, да, Куча? Расскажите вот по поводу его работы вообще. Видите, я знаю, мы все знаем, это очень талантливый человек, я его знаю тоже столько лет. Ну на самом деле там такая крутая команда ребят собралась. И Диана Макина, Бауржан, Мусин, Ирена Равина и вот все вот музыканты во главе с Витей Хаминковым. То есть там такая крутая как бы джазовая обработка песен Баттера, этих произведений Ара и то, что они исполняли. Ну это очень интересно. Ты так, ну вообще песни эти слышишь по-другому. Да, не узнаешь. Вообще не узнаешь. Они намного как бы и вроде как бы и сложнее звучат, но при этом ты слушаешь и думаешь, блин, я же их знаю. Это же, это же эта песня, но ты вот так слышишь, как будто в первый раз. Это очень интересно, это, ну это круто. Ради такого в общем стоит сходить, да? Да, конечно, конечно. Ой, ностальгия, да, будет. Что мне прям, вы так вкусно рассказали, мне тоже захотелось, 9 сентября. Ну хотя, она говорит, ностальгия и будет, хотя в 80-х годах еще и не было. Нет, ну подожди, ну эти песни, они звучали всегда, не только в 80-х. А, ну да, нет, в этом и феномен музыки 80-х, 70-х годов, что мы до сих пор ее слушаем и любим. Ну и плюс все равно эта история, как бы всегда, всегда мы обожаем делать спектакли именно про Алма-Ату. И неважно, в какой год человек родился, если он хоть чуть-чуть в Алма-Ате жил, для него это будет попадание вот прям в самое сердце. И это самое главное, мне кажется. Здорово. Куанта, вот у меня вопрос к вам. А когда вы начали вообще свой путь как актера театрального? А с какого театра? С артишока. Ага. После окончания института сразу же приехал сюда, в Алма-Ату, и начал работать в артишоке. Это же вот как артхаусный театр, считался раньше, сейчас уже нет, да? Ну он такой был, он такой авангардный театр, он авангард первый был. Потому что подвал, все такое, можно приходить не в смокингах, а в джинсах, в кроссовках, сидеть на полу. Да, да, да. Причем это был мой первый поход в театр вообще, в принципе. И, ну слава богу, у меня просто Дина Тасбулатова, подруга моя, она просто вытянула меня из каких-то дел. То есть я не успела одеться, как будто в театр, я же не знала, куда я иду. И я думаю, фух, да, и хорошо, а так бы я вынарядилась, знаете. Ну да, да. Ну а теперь, вы тоже, да, с артишока начали? Я 14 лет уже там. Так долго существует артишок? Артишоку 20 лет. Вау! Ты была в том здании, которое еще в подвале было первое, да? Я, да, в подвале. Я, да, это малая сцена наша. А сейчас у нас большая сцена по адресу Гоголя 40, в парке Анфиловца. И в июне этого года артишоку исполнилось 20 лет. Ну я вас поздравляю. Спасибо. Я не была не в курсе, но это такая дата конкретно. Ну да, да. Это такой серьезный театр. И теперь вы, ну, в силу карантина, только в силу карантина или из-за маленькой сцены, вы теперь в Лермонтово? Это только именно от того, что это проект Stage KZ, поэтому ребята всегда спектакли играют на больших площадках, просто арендуют зал. И вот, а так, да, а все наши спектакли мы играем на своей сцене. А, понимала. То есть ниоткуда вы не уходите? Нет, 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 это просто только вот именно Золотой квадрат, мы вон там будем играть. А какие еще премьеры? Какие вообще в принципе? У нас будет где-то в середине октября премьера нашего спектакля, называется «Будни театральных котиков». Про нас. Про театр, про то, чем мы заняты все время, про наших зрителей, вот, про нашу страну, не знаю, он ужасно смешной. Мы уже выпустили такую пробную версию, которая полтора часа длилась в конце прошлого сезона, мы ее сыграли раза два, и зрители, которые приходили, они говорят, ребята, это же про нас всех, это же так круто. Мы поняли, что это про театр, но это же вообще про всех людей мира. Это тоже авторские. Это тоже, ну, это тоже авторская демонтургия наша, мы любим так делать. В общем, вот в середине октября мы хотим уже, как бы, полную версию этого спектакля выпустить. Что там дальше? У нас много премьер планируется в этом сценарии. Дюймовочка, это ваша другая дюймовочка? Нет, дюймовочка, это другая история. Мне просто вчера как раз рассказывали про этот спектакль. Ай, хотела в яблочко попасть, так получилось, ну ладно, ну ладно. Другой театр получается даже, получается. А кто вообще? Я так поняла, для меня необычно, я думала, что есть какой-то сценарий, пишет сценарист, потом режиссер, это все, постановщик. Все делает, и актеры только играют. Нет. Ну, в этом и особенность есть нашего театра, что мы занимаемся авторской драматургией, и всегда, как бы, уникальность артистов-артишоков в том, что мы все вместе создаем спектакль. И те, обычно очень часто бывает, что приходят в наш театр какие-то артисты, которые хотят просто быть звездами, но ничего предложить, увы, не могут. Они приходят и такие, давайте сделайте из нас звезду. А то, что мы все сотворцы, они прям не могут. И они потом, рано или поздно, эти люди просто отваливаются. И это очень интересно. И те, кто умеет творить, они остаются. И мы все вместе создаем все спектакли, совместно с режиссером, как бы, драматургию сами придумываем. Либо берем какую-то основу. Да, иногда берем тему и просто импровизируем. Виктория, Куантай, скажите, пожалуйста, вот вы, Илана, это спектакль по поводу о любви к нашему замечательному городу. А вот за что вы вечно любите Алма-Ату? Ну, Виктория, понятно, что родилась в Алма-Ате, получается, да? Да. А вот Куантай родился в другом месте. Вот вы за что любите Алма-Ату? Я люблю Алма-Ату за то, что у меня исполнились все мечты, которые я хотел. Пока был молодым. А сейчас вы уже старый. Я старше тебя, ты что ей все рассказываешь? Нет, когда я приехал в Алма-Ату, я думал, все, я стану актером, знаменитым, великим. Я сейчас работаю над этим, и благодаря этой Алма-Ате, мне кажется. А вот любимые места в Алма-Ате? Места это Кук-Туби. А? Кук-Туби. Кук-Туби, да? Да. Кстати, никто еще не назвал Кук-Туби. Мы часто спрашиваем, почему-то Кук-Туби первый раз я слушаю. А Кук-Туби я тоже любил. Мы в студенческие годы туда вообще ездили. И туда всего лишь поездка была. Вы знаете, сколько стоила поездка? Сколько? Куколь, ты не знаешь? Не знаю. Я тоже не знаю. 20 копеек. Ух ты. На фуникулере 20 копеек. А сейчас 2 тысячи стоит, да? Да, 2,5 на человек. Шашлык стоила 22 копейки, то есть палочка шашлыка. И подъем туда точно так же стоил. Я поняла, что я больше всего обожаю Алмату за то, что у нас есть горы. Я часто вижу какой-нибудь опрос, допустим, в инстаграме. Что вы больше любите, море или горы? Я такая думаю, господи, прости, однозначно горы. Потому что... Ну, даже просто вот я летом сейчас была на море. Я такая, ну, море, ну, прикольно, да? А тут приезжаю, я такая, горы, господи. Это прям такая медитация, ты туда уезжаешь. И даже если ты сильно устал, ты там так перезаряжаешься, так круто отдыхаешь. А у вас походы, да, в горы? Да я просто даже, ну, на Мидео пешком, вот по 842 ступеньки. Ты поднимешься, и ты уже заново родился. С тебя 10 потов сошло, и ты такой, а-а-а-а-а. Как я понимаю, я в последнее время тоже любительница вот именно на Мидео подниматься. Оказывается, сколько? 842 ступени. Это прелесть. Причем мы решили с мужем, мы уже до горельника решили не ходить, потому что это, ну, как бы уже не особо тяжело. Мы решили туда-сюда, обратно, и я вот так вот, раза два как минимум. Но там реально 10-20 потов с тебя сходит. А то потом какое, как обновление, знаешь? Ну, кайф, да, да. Ну, собственно, к сожалению, да, у нас эфирное время такое сжатое. То есть это с анонсами на сериал, да? Да, да, я бы хотела... Во-первых, да, спасибо, что пришли. Вам спасибо, что прибыли, Север. Приходите еще. Надеемся, что премьера 9 сентября все-таки состоится. Спасибо. Вы так вкусно рассказали, я теперь тоже хочу. Приходите. Теперь знаю, где брать билеты. Придем. Придешь? Приду. Ну все. Приду. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!